здравствуйте дорогие друзья меня зовут куцаева дарья я ведущий преподаватель проекта художник онлайн я рада представить вам обновленный курс акварельная живопись основы мы взяли все самое интересное и полезное с прошлого курса и обновили некоторые задания и добавили новые упражнения в данном курсе также все работы будем выполнять акварелью и будем изучать свойства этих чудесных красок разберем различные техники где-то мы с вами будем писать на натянутом планшете где-то мы будем писать на марле а где-то мы будем смачивать лист с двух сторон также в этом обновленном курсе останется блок по теории теория акварельной живописи теория акварельных красок мы с вами разберем основные свойства акварельных красок бумаги какие бывают кисти и для чего они нужны узнаем о светоустойчивости и кроющих способностях акварельных красок также мы поговорим с вами о передаче объема при помощи цвета выполним как теоретические задания так и потренируемся на практике напишем небольшой натюрморт состоящий из двух фруктов прекрасные две айвы и покажем на них объем также мы поговорим с вами о технике лисировок и напишем замечательный цветок как раз таки делая колер и лисируя слой за слоем уплотняя наши слои напишем простые акварельные этюды одну работу мы с вами выполним в минималистичной технике с очень простым рисунком который не требует больших знаний в построении перспективы главной задачей в этом уроке будет красивое распределение акварельных красок на листе напишем пасмурное грузовое небо и покажем теплые холодные оттенки как красиво они связываются соединяются между друг другом при помощи как раз таки техники письма по мокрому также мы разберем с вами интересную тему письма волн и морской глади в этом курсе появится новая работа где мы с вами покажем все это воздушную перспективу гор найдем интересный силуэт волн и изобразим лодочки на переднем плане и на дальнем плане уже более силуэтно тем самым мы покажем с вами пространство также мы закрепим наши знания письма по мокрому и напишем северное сияние а где-то мы будем с вами немного баловаться и писать волны с брызгами с кляксами делая где-то мягкие касания а где-то немного уплотняя теневые части уже по сухому и из таких пятен у нас с вами появится интересный силуэт волн на нашем этюде также мы с вами немножечко позанимаемся анималистикой и напишем очень легкий этюд с птичкой проработаем красивые тональные цветовые переходы на нашем главном герое птички покажем ее фактуру перьев ее пушистость и красивые цветовые переходы одного теплого оттенка к другому холодным также мы с вами напишем несколько натюрмортов в двух натюрмортах мы с вами будем решать темные контрастные отношения где-то мы с вами напишем красивые яркие сочные гранаты и стеклянные предметы в нашем натюрморте с темным плотным фоном а в другой работе мы с вами напишем красивую корзину покажем фактуру этой плетенки проработаем золотистые луковицы и также поработаем над передачей стекла но уже в другой огранке более плоской без граненных частей на предмете также напишем натюрморт в более спокойных не таких контрастных тоновых отношениях но проработаем фактуру рисунок на объемных предметах на вазе и кружки покажем красивую глазурь красивые синие рисунки на объемной вазе и завершим мы наш курс уже городским пейзажем достаточно сложной работой затронем такую тему как линейная перспектива и еще раз повторим как же показать на плоском листе световоздушную перспективу как изобразить плановость в работе друзья в этом обновленном курсе у нас появится целых шесть новых работ они будут выполнены на различные техники различные приемы и передачу различных фактур данный курс стал более полноценным более цельным и не менее интересным а я думаю что этот курс будет интересен и полезен тем кто только начинает знакомиться с акварелью и тем кто продолжает обучение акварельной живописи друзья а я желаю вам творческих успехов и увидимся на курсе